добрый день рад всех приветствовать сегодня досталась такая тема многогранная поэтому если позволите я надел сначала пройти какие-то общие вопросы потом рассмотреть уже детали и потом ответить на ваши вопросы но если хотите вы меня пожалуйста прерывайте требуйте я буду в любой момент рад остановиться начать сначала или что-нибудь рассказать более может быть для вас интересное более содержательное значит собственно сама тема сложность тема в том что никто не знает что такое произведение и что такое собственно в какой момент происходит вот это самое заимствование ну как в старой поговорке древнегреческой когда начинается куча в современной интерпретации три волоса на голове это мало три волоса в супе это много поэтому вот сколько можно взять хотя понятно что мир так устроен что чужого не возьмешь своего не будет так вот я сначала хотел рассмотреть вопросы что же собственно заимствуется на примере общих не только учебных каких-то понятий на примере более общих так вот есть общее наше представление об идеях о том что вообще существует что создается и идеи как таковые не охраняются авторским правом охраняется форма их выражения ну например если бы идеи охранялись то понятно что еще они не выраженные что каждый мог бы другому предъявлять иски требования какие-то но в какой момент идея становится творческой какой-то сущностью представляет собой уже результат творческой деятельности который охраняется авторским правом это тоже еще следует уточнить это будет уточняться я думаю законодательством и судебной практикой вот если мы вспомним что-нибудь совсем уж такое древнее то александр сергеевич пушкин как по воспоминаниям современников и вроде бы самого гоголя рассказал николай васильевичу гоголя сюжет ревизора рассказал сюжет мертвых душ и с точки зрения подходов и понимания того времени подобное заимствование не считалось каким-то там плагиатом ли осуждаем заимствованием и тем более не является цитированием с точки зрения современности немножко понятие изменились как мы дальше посмотрим вообще заимствования они встречаются фактически везде постоянно в огромных количествах причем благодаря развитию полиграфической отрасли фактически все классики девятнадцатого века стали плагиаторами потому что предполагается что если делается цитирование заимствование то надо дать указание на источник на автора вот например трагедия пушкина борис годунов заканчивается словами народ безмолвствует это цитата из народ безмолвствует николай михаилович карамзина из третьего из шестого тома ну дело в том что во времена александра сергеевича выделялись цитаты с помощью курсива и не обязательно указывался источник как так было принято когда потом стали упрощать печатные формы то курсив весь спрямили и в итоге например стихотворение того же александра сергеевича пушкина к жене прекрасный какой-то нежнейший прелести прекрасный образец это цитата из жуковский стихотворение жуковского но она полностью получается с плагиатчиной как будто бы александра сергеевича пушкина если мы пойдем дальше то в принципе вот эти заимствования они встречаются везде и постоянно как я уже сказал гений чистой красоты шекспир например не писал фактически ничего своего все заимствовали из хроникой из каких-то романов из каких-то историй которые мог найти гёте говорил что я как пчела где что-то хорошее найду то к себе и тащу ромео и джульетта как пример это собственно книга артура брука и о которой свою очередь основана на метаморфозах о виде гибельный восторг например у бабеля был свое время использован высоцким в песне кони привередливые чую с гибельным восторгом пропадаю пропадаю так что заимствования есть везде вопрос когда они являются заимствованиями именно даже не столько предусудительными сколько заимствования подпадающими под понятия вообще свойственное авторскому права когда нет так вот судебная практика нам в этом очень слабый помощник в в 2009 году пленом верховного суда и тогда еще не съеденного арбитража высшего арбитражного суда давал разъяснения их повторили весной этого года в постановлении 23 апреля верховный суд пленом верховного суда повторил закрепил очень странный такой подход специфический что пока не доказано иное результаты интеллектуальных действий предполагают созданными творческим трудом а раз они созданы творческим трудом то вроде как они являются произведениями они подлежат охране но что такое результаты интеллектуальных действий которые созданы творческим трудом это произведение и дальше получается как-то собака проглотившая свой хвост потому что произведением считается объективно выраженный результат творческой деятельности а только такой вот результат приводит к появлению произведения правда вот это разъяснение получает дает основание считать что фактически любой результат творческой деятельности если он имеет какое-то выражение и нет доказательств иного а иные могут же быть например доказательства что это существовало ранее что это создано по какому-то алгоритму что этому создавалось с разными людьми но такие доказательства тоже были пленумом поставлены под сомнение потому что было сказано что само по себе отсутствие новизны уникальности или оригинальности не может свидетельствовать о том что результат создан нет творческим трудом вот что хотели сказать до сих пор непонятно видимо имелось ввиду что автор не обязан доказывать оригинальность уникальность потому что собственно доказать оригинальность невозможно можно доказать не оригинальность Но получилась такая странная формулировка, что вроде как теперь не надо в российском, с точки зрения российского законодательства, судебной практики, что не обязательно произведение это то, что оригинальное. Но произведение создано творческим трудом автора. Суды все равно отказываются применять такую концепцию, но тем не менее с момента принятия в 2009 году таких вот разъяснений, целые горы учебников по авторскому праву пришлось фактически выбросить на свалку, потому что до этого всегда утверждал, что в континентальном праве, в российском праве требуется объективная оригинальность, потому что произведение это что-то, что выражает индивидуальность автора, оно неповторимо без заимствования, и поэтому если произведение повторимо, если его могут создать независимо несколько человек, каждый отдельно от другого, то это не произведение, охраняемое авторским правом. Дальше, правда, были сложные вопросы с современным искусством, но они так или иначе решались. Что касается заимствований, некоторые стали привычными, устойчивыми, когда все знают о том, что вроде это заимствование, никто не отрицает, и в силу разных причин это используется. Например, формально при использовании белеет парус одинокий, нельзя было бы использовать без согласия автора, и уж в любом случае, если он даже умер, как Михаил Юрьевич Лермонтов, то Катаев должен был получить согласие, заключать в кавычки, делать ссылки, сноски, правильно оформлять в соответствии с ГОСТом ссылочный аппарат. Но этого не происходит, это стало привычным, и в некоторых случаях это является допустимым, в связи с тем, что просто вот так сложилось. То есть то, что прощали условно нашим предкам, чьим-то предкам, сейчас современное законодательство не прощает. Современное законодательство исходит из того, что любой объект авторского права должен использоваться только с согласия правообладателя, если законам не предусмотрено иное. У нас все исключения должны содержаться в Гражданском кодексе, все ограничения исключительных прав на произведение. Так вот, Гражданский кодекс предусматривает в частности такую интересную статью 1274, где устанавливает несколько видов таких базовых исключений, широко применимых на практике. Цитирование, использование иллюстрации в учебных целях, некоторые виды используют статей по текущим вопросам и использование публично произнесенных речей. Вот я не думаю, что две последние как бы вызывали большие сложности. А вот с цитированием были всегда, были и есть и будут определенного рода сложности. То есть законодательство говорит о том, что допускается цитирование в оригинале и в переводе. Это вот уникальный достаточно случай, что можно не только цитировать, но и переводить до какой-то степени, доводя до восприятия на нужном языке. И дальше приводится широчайший перечень, это в 2014 году этот перечень был расширен, приводится широчайший перечень, в каких случаях можно цитировать, в каких целях. В научных, полемических, критических, и вот дальше добавили уже информационных, учебных, в целях раскрытия творческого замысла автора. То есть фактически цитировать можно все, что угодно и почти всегда. Да. Единственным критерием таким базовым является здравый смысл, что все-таки цитата подразумевает включение чужого произведения в свое, в разумных объемах. То есть если в начале книги открыть кавычки и полностью включить туда чужую книгу, а в конце закрыть и сделать ссылочку, то это, конечно, не цитирование. Цитирование подразумевает, что что-то включается в свое произведение. И это достаточно трудоемкий процесс, поэтому, когда кому-нибудь советую, что давайте вы используете, если вы хотите использовать даже много чужого, но вы включите в свое, создайте свою книгу о чужой книге, тогда вы сможете цитировать, как критик, как научный какой-то работник. Но это обычно требует таких трудов, что хотелось бы, конечно, в наш век как-то так быстро взять, позаимствовать без соблюдения этих сложностей, тем более, что все очень субъективно. Вот что такое цитирование, порой на практике приходится судам устанавливать, ну как, резать по-живому. Одно из таких характерных дел было связано с книгой «Духло» Сергея Минаева, первым изданий в Эксмо, по-моему, вышло 50 тысяч экземпляров. И он совершенно, как бы, законно, с ссылками размещал цитаты. В начале каждой главы разместил цитаты, не переводя их, одну, две, три строчки из англоязычных песен. И на него подли в суд правообладатели, в связи с тем, что он использовал фрагменты песен без согласия правообладателей. Вот, собственно, дальше разбирательство судов и экспертов свелись к тому, какие словари использовать. Потому что в одних словарях эпиграф указывается как один из видов цитат, а в других указывается, что не упоминается при цитировании понятие эпиграфа. Потому что, вроде как, это не включение в текст, хотя это включение в произведение. В итоге, насколько я помню, закончилось все благополучно, вроде бы все помирились, признали экспертное заключение, что все-таки эпиграф – это цитата. Но не помню, дошло ли это, честно, до такого надежного рассмотрения в какой-нибудь высокой инстанции. Значит, под цитатой в буквальном смысле понимается точная дословная выдержка из какого-то высказывания. Но, как я сказал, все меняется, и в апреле этого года Пленум Верховного Суда, посвященный как раз части 4 Гражданского кодекса, установил, что цитирование, возможно, все-таки победило. Такая точка зрения, что цитирование возможно из любого произведения, в том числе цитирование, возможно, из фильма, из музыкальной записи. Потому что те правила, которые применимы к произведениям, они же применимы по ограничениям, они применимы и к исполнениям, и к фонограммам. Поэтому получилось, что теперь цитирование охватывает все. И, как ни странно, Верховный суд признал, что возможно цитирование фотографий. Вот это не очень понятно, как можно взять целое произведение и его процитировать. Но, тем не менее, в постановлении Пленума Верховного Суда 23 апреля 2019 года есть такое подтверждение, что можно цитировать, откуда вам нужно. Это новое слово в науке, может быть, технике. Но, тем не менее, вот такое цитирование, включение в свое произведение, чужого произведения, с обязательными сносками, ссылками, потому что личные имущественные права охраняются, охраняются права изготовителя аудиовизуального произведения, изготовителя фонограммы. То есть, они все имеют право быть упомянутыми. Понятно, что это можно делать в конце страницы, можно делать в конце книги. Вот в конце книги было несколько судебных дел, где разнородные были решения, в основном связанные с тем, ну, то есть, не признавали возможность конечных сносок, если нет конкретики. То есть, если нет конкретной сноски на конкретную страницу, где, что, откуда взято. То есть, просто перечень использованной литературы не подходит под понимание сноски, под понимание указаний источника цитирования. Надо указать именно конкретно, что вот эта цитата была взята из такого-то источника. Лучше с указанием точных данных, на какой странице, когда вышла книжка, ну, то есть, в соответствии с ГОСТом. Но если нельзя, то хотя бы все-таки привязать к каждой цитате источник, а не просто указать в конце братскую могилу в виде перечня бесконечного каких-то произведений. Значит, судебная практика, как я говорил, пошла по самому широкому пути. И теперь цитирование, в том числе даже фотографического произведения, допускается. Это пункт 98-й постановления премума. Если понадобится, на это можно ссылаться. Но еще раз напоминаю, обязательно надо указывать, соблюдать личные неимущные права. То есть, надо указывать имя автора и источник заимствования. В законодательстве понятие источник заимствования не определяется. Обычно в зависимости от того, что за объект создается, книга, мультимедийный какой-то продукт. Используют разные варианты указания источника заимствования. Конечно, все может приводить к конфликтам, потому что даже указание имени автора – это целое искусство, наука. И все равно это остается такой черной дырой. Потому что в любой момент может оказаться, что автор указывал неправильно. В какой-то момент Горький хотел, чтобы его указывали Максим Горький. В какой-то момент Алексей Горький. Где-то Алексей Максимович Пешков. Поэтому это право автора. И он может изменять свои взгляды на то, как должно записываться его имя. Лучше оговаривать в договоре. Если это невозможно, если это цитата, если нет договора с автором. То лучше указывать каким-то общеизвестным способом. В русскоязычном написании изначально заложена такая глубочайшая проблема, связанная с отчествами. То есть в одних случаях лучше всего указать фамилию и имя отчества, либо фамилию и инициалы. Но иногда принято указывать имя и фамилию. Это тоже идеальный вариант решать с автором. Если нет, то брать так, как было указано в источнике, откуда идет заимствование. Вторая такая крупная достаточно сфера исключений – это свободное использование иллюстраций при создании материалов учебного характера. В отличие от цитат, раньше под иллюстрации, в отличие от цитат, всегда можно было подвести произведения изобразительного искусства. Иногда под них подводили какие-то иллюстрации из фильмов, из музыкальных записей. Но вот это ограничение материалов учебного характера, чтобы обязательно это были радиопередачи, звукозаписи, видеозаписи учебного характера, книги учебного характера, какие-то публикации, сильно, конечно, ограничивало сферу использования. Потому что, когда авторы включали иллюстрации и писали, что это учебное пособие, они сразу свою книгу делали ограниченно продаваемой для большинства случаев. Потому что это уже попадает в другой раздел книготорговли. Это уже совсем специфическое, это предназначено для тех, кто учится. И условно, у нас есть 146 миллионов человек, но из них только, по-моему, 4 с чем-то миллиона – это студенты в вузах. Поэтому сфера ограничивается, полочки не те, и книжка может оказаться за пределами востребованности и там, и там. На одну полку ее не поставят, а на второй полке она будет слишком фривольной, может быть, и не входящей в какие-нибудь рекомендованные перечни. Поэтому иллюстрации рекомендую использовать, если нельзя использовать цитаты. Но все-таки иллюстрация подразумевает, что есть какая-то ссылка в тексте, что это не просто. И даже если это не ссылка в тексте, то это как-то должно быть связано со смыслом произведения. Что это не просто взяли чужие произведения и их разместили и сказали этой иллюстрацией. Следующий вопрос связан с сюжетами. Классический пример – это «Каменный гость», кто только не писал на эту тему. Впервые Тирса де Малина, младший современник Лопа де Вега, написал «Севильский распутник» или «Каменный гость». А потом этот сюжет почему-то прижился, и сюжет, что пришла статуя, ей пожали руку, и она уволокла там какого-то... Иногда мужчину, иногда женщину уже уволокла куда-то в ад. Он так понравился, что кто только на эту тему не писал. Здесь перечислено небольшое число известных авторов. Я помню, что по какому-то исследованию конца 90-х годов было найдено около 300 произведений на тему «Каменного гостя». Включая Моцарта, включая того же Пушкина, Родзинского и всех остальных. Так вот, само по себе заимствование сюжетов не является плакеатом, не является нарушением, не является чем-то незаконным. Потому что сюжет как идея не охраняется авторским правом. Сюжет существует как такое представление о последовательности событий, действий. Но в современном мире все изменилось. Потому что, во-первых, сюжет все равно так или иначе выражается в какой-то форме. А во-вторых, например, все больше востребованными являются такие маленькие объекты охраны, которые позволяют потом производить коммерциализацию. Мерчедайзинг, так называемый выпуск сопутствующих товаров, оказание сопутствующих услуг, продажи. Это, в частности, персонажи произведения. Мы до них еще дойдем. И получается, что эти персонажи могут быть настолько важны, а персонажи связаны с сюжетом, что все переплетено, и мы посмотрим, уже не все так однозначно. Вот в качестве характерного примера Таня Гроттер и Гарри Поттер. Было несколько судов. Один из известных был в Российской Федерации, где судья посмотрел и сказал по формальным признакам, что ничего общего нет. Здесь Таня, тут Гарри, тут Гроттер, там Поттер. В одном случае, значит, магический Кондробас, в другом Кубок Огня. Тут он на метле, и, насколько я помню, это Василиск. А она вот на драконе летает. Значит, соответственно, там ведьмы, тут феи, ну, нечисть разная, ситуации разные, очки разные, значит, заимствования наказуемого не было. И по формальным признакам, в российских судах обычно подход схоластический, то есть надо как можно ближе прижаться к законодательству, и вне зависимости от здравого смысла или каких-то еще, его цитатами из законодательных актов и ссылками на как можно большее число пунктов и статей. Так вот, с точки зрения как бы такого буквального подхода схоластического, да, действительно, вот не совпадают основные элементы. Для судов европейских и американских, в некоторой степени, в частности, суд в Нидерландах рассматривал дело и пришел к выводу, что имеется попытка сесть на хвост, имеется какая-то степень, ну, с точки зрения, опять же, их взглядов, недобросовестности в том, что хотели воспользоваться чужим успехом. Поэтому Нидерландский суд, исходя из каких-то своих представлений о добросовестности и недобросовестности, запретил, насколько я помню, издание, распространение Тани Гротер, потому что это является как бы заимствованием, переработкой, навеяно Гарри Поттера. Вот с точки зрения вообще охраны авторско-правовой и ее развития, это такие сложные отношения, потому что, с одной стороны, действительно, нехорошо, когда на хвост успешной какой-то идеи, успешной какой-то ее реализации, именно не идеи, а именно реализации, выхода книг, фильмов, садится кто-то и начинает бесконечно тиражируя, размывать достигнутый успех. Заимствуют от него кусочки и, возможно, ухудшая восприятие, потому что потребители могут путать, что там находится, что здесь, кто за что отвечает, купят контрафактную продукцию условно, не понравится и не купят легальную. Вот с другой стороны, понятно, что это все должно иметь какие-то временные рамки, потому что иначе получится, что все, что перекликается с ранее созданным, а все равно есть какие-то заимствования, такие контакты между разными поколениями. Получается, что любое фактически новое произведение, поскольку оно напоминает в чем-то старое, может быть признано таким вот попыткой сесть на хвост. Есть сложные случаи, когда вообще непонятно, кто у кого и что заимствовал. Например, книга «Поком завонит колокол», было долгое разбирательство, и в конце концов все закончилось благополучно, нарушение суд признал, но как-то это все регулировалось, и выходу книги, насколько я понимаю, ничего не мешает. Дело в том, что претензий к издательству не было, как таковых, не было никаких претензий, связанных с книгой. Собственно, издательство использовало книгу «Перевод на русский язык», здесь именно о русскоязычном переводе, в переводе «Талантливого переводчика», который еще в 60-е годы, когда иностранные произведения, кроме защищенных двусторонними договорами, не охранялись, перевел книгу. В качестве названия этой книги он знал, что Эрнест Хемингуэй, тем более это был эпиграф, он знал, что эпиграф и название – это строка из проповеди Джона Дона. У нас она считается стихотворением, на самом деле это проповедь, про мир, про его подмывание, кто одинок, кто не одинок, под его утраты. И вот в частности, не спрашивая, по ком звонит колокол, это перевод. Но когда роман «По ком звонит колокол» в привычном нам варианте переводился российским переводчиком, советским переводчиком, то переводчик был очень талантливый, он понимал, что вот это название, заимствование Джона Дона, а это все-таки поэт 17 века, использовал еще старый английский язык, который не совсем старый английский, переходный, и для того, чтобы не мучиться с переводом названия, он взял перевод названия из перевода стихотворения Джона Дона, который, конечно, делалось совсем другим переводчиком. И вот потом, когда уже шло судебное разбирательство, спор был связан с тем, что вот это «По ком звонит колокол», является ли это само по себе авторски охраняемым объектом авторского права переводчика. То есть Джон Дон уже не охраняется, его произведения уже не охраняются, и суд пришел к выводу, что вот это «По ком» передает некую архаичность. То есть автор пытался при переводе использовать необычный оборот, за счет этого придав какую-то такую древность, ну, как принято фразы, например, из древнего перевода, из старославянского перевода Библии, при сплошном чтении непонятного, но некоторые вошли в оборот, там «камагридеши», «ищите и обрящите» и тому подобное. И суд признал, что вот даже такой маленький довесок может, в принципе, рассматриваться как охраняемый объект, а его использование, соответственно, приведет к нарушению авторских прав. Дальше, ну, мы потом еще вернемся, может быть, более подробно, но есть очень провокационный пункт в нашем законодательстве, который случайно в него совершенно попал. Дело в том, что в французском законодательстве традиционно допускал свободу пародии и карикатуры, под которым понималась передача общего духа и какого-то настроения произведения, но ни в коем случае не заимствование его каких-то охраняемых черт. Потом, когда европейское законодательство обобщалось и принималась директива о гармонизации авторского права в цифровую эпоху 2001 года в Европе, в Европейском Союзе, включили, что каждая страна, у которой есть исключения для пародии и карикатур, может их сохранить. Ну, ориентируясь в том числе на необходимость сохранения законодательства Франции. Когда у нас уже готовилась четвертая часть гражданского кодекса, соответственно, все исключения, которые были переписаны в директиве Европейского Союза, попытались имплементировать в российское законодательство. И вот так попали пародии и карикатуры. Что с ними делать, где кончается пародия и начинается переработка, где идет заимствование чего-то охраняемого, этого никто не знает. Это, в принципе, такой повод для больших и долгих судебных разбирательств и препирательств. Значит, у нас законодательство использует слово «плагиат» только в уголовном. В уголовном кодексе, в статье 146. И, собственно, само понятие плагиата, раз уж мы говорим о заимствовании, то негативная такая коннотация считается, что плагиат – это нехорошо. И вот плагиат у нас существует и воспринимается, и существует в нескольких ипостасях. Ну, во-первых, это плагиат как уголовно-наказуемое деяние, когда себе приписывают чужое. Но это умышленное приписывание, поэтому если, значит, случайно автор взял чужой фрагмент чужого произведения и не поставил кавычки, то вот по текущей практике вроде бы против него уголовных дел не возбуждают. Ну, ему удобнее всего, если все-таки возбудят, ссылаться на правовую неграмотность, на то, что вот он не знал, что он считал, что это, например, так можно. Потому что я думаю, что сейчас слушатели – это все люди с высшим образованием, они сразу становятся группой риска. В случае любого уголовного преследования суд будет исходить из представления о том, что они разумные, добросовестные и должны все знать. Поэтому, если у вас нет справки из нужных заведений, то лучше быть осторожными. Но все-таки плагиат, как уголовно-наказуемое деяние – это такая мертвая, скажем, змея, которая дремлет до поры до времени. И существенно Верховный суд в 2007 году разъяснил, что плагиатом может считаться даже заимствование, не только заимствование, умышленное заимствие чужого произведения, но и случаи, когда, например, соавторы опубликовали статью, а затем ее перепечатывают, даже в переработанном варианте, без указания одного из соавторов. Вот это очень странная ситуация с плагиатом, потому что так и непонятным осталось, как установить, кто же совершил плагиат. Потому что фактически статью же издают обычно не сами соавторы, а издают в журнал. То, что там не указан кто-то из соавторов, ну, может быть, возбудят против кого-нибудь дело, мы посмотрим, чем оно закончится. Будем надеяться, что не против нас. Второй вариант плагиата – это такое, ну, как бы, осуждающее какое-то понятие обобщенное, которое подразумевает недобросовестное заимствование чужих произведений, фрагментов из них, то есть указания, в частности, использование без указания источника, без ссылок, потому что даже если, условно, вам нужна, ну, какая-то спорная ситуация, можете ли вы что-то использовать или нет, все равно лучше привести ссылку, источник, там, написать благодарность в любой форме, тогда уже будут основания сказать, что вы все-таки указали, как бы, на первичного автора, чьи произведения вы использовали. Это, может быть, не всегда приветствуется заказчиками, но, по сути, одно из таких оснований для неприменения, например, тех же положений о цитировании – это отсутствие указания автора, собственно, чья цитата была использована. То есть, если было уже несколько судебных дел, когда использована цитата или использована другое исключение, в том числе иллюстрация, использованы указаны кавычки, например, но нет ссылки, в этом случае суд исходит из такой простой двухшаговой логики. На первом этапе он говорит, что нарушено требование, установленное там статьями 1274 или 1275, смотря на какую ссылаются, об указании автора. А поскольку авторы источник заявления не указаны, то, значит, исключение, ограничение, предусмотренное этими статьями, применим не подлежит. А значит, второй шаг, значит, все использование является нарушением исключительных прав, то есть, это просто использование чужого произведения без согласия правообладателя. Вот по такой логике получается, что хотя кавычки поставил, но ссылку не указал, значит, уже нарушитель. Это довольно жестокий мир, ну что поделать. Значит, и третий вариант плагиата – это заимствование чужих идей. Вот это авторским правом никак не наказуемо, заимствование чужих идей. Но, тем не менее, это иногда в отдельных областях является таким преследуемым деянием. Например, в частности, в так называемом диссертационном праве, если оно вообще существует, скорее всего, существует диссертационное бесправие. Так вот, если один диссертант заимствовал чужие идеи без указания, выдал их за свои, например, или вместо использования просто в текстах вынес их на защиту, как положение новизны, характеризующие, значит, его вклад в науку, то вот это заимствование чужих идей, оно не влечет наказание, скажем, гражданско-право административное или уголовное, связанное с авторским правом, но оно может повлечь там отказ в признании кандидатом наук, доктором наук, отмену решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и другие подобные последствия. Значит, как я уже говорил, в современном мире оказалось, что очень важным и одним из важнейших является такая вещь, как персонажи. Дело в том, что мы же люди, мы в этом плане у нас немножко ограниченные возможности, по сравнению, например, с вороной. Ворона удерживает одновременно в сознании множество объектов. И справа, и слева, и впереди. А мы обычно, не в сознании, а в поле зрения, мы обычно все-таки ограничены какими-то такими специфическими, узнаваемыми вещами. И вот с тех пор, как обнаружилось, что для продажи продуктов, для оказания услуг очень важно иметь вот эти некие символы, особенно приятными оказываются персонажи. Вот, например, приведен здесь персонаж Винни-Пух, правда, в его американской ипостаси, приносил по состоянию на начало 2000-х годов Диснея около 24 миллиардов долларов в год. За счет зонечного лицензирования, там, на тетрадочках, на клейчках, на воздушных шариках, все по копеечке, а суммируясь, получается, достаточно, ну, как суммы, ну, для кого-то достаточные, для кого-то большие, для кого-то, может быть, и не очень. Тут уж у кого, смотря, какое благосостояние. Так вот, выяснилось, что вот этот персонаж, как такой объект сложный, он вроде сам по себе персонаж, вроде как идея, но он может быть выражен либо словесно, например, через имя Джеймс Бонд, еще каким-нибудь образом, либо через изображение, как вот в данном случае, либо через сочетание каких-то изображений, представлений, например, Чебурашку мы узнаем по каким-нибудь контурам, независимо от того, сколько художников будут над ним трудиться, и как его будут переделывать. Так вот, по законодательству и согласно судебной практике, охране подлежит как произведение, так и любая часть произведения. Ну, дальше идет сложная ссылка, если она там является, соответствует условиям, но основное условие, это она должна являться результатом творческой деятельности, и она должна быть выражена в объективной форме и иметь возможность использоваться самостоятельно, то есть, как-то так накручено, но обычно считается, что афоризм, например, является объектом авторского права. Вот сложная ситуация с тем, что охране подлежат еще и названия произведений, персонажей, ну, и отрывки, в том числе, как отдельные кадры из аудиовизуальных произведений, и здесь могут быть некие пограничные состояния, потому что, как охранять имя персонажа, если оно, например, широко распространено или общеизвестно. Пока судебная практика идет по таким зигзагообразным путям, например, та же ситуация с вкладом переводчика проявилась в названии персонажа Винни-Пух. Английский Винни-Те-Пух был преобразован Борисом Захадером, Борисом Аркадьевичем, по-моему, Захадером, в Винни-Пух. Вот его наследницы провели несколько серий судебных исков, процессов, и, в конце концов, вроде бы устоявшееся такое мнение и положение, подтвержденное судебными решениями, что имя Винни-Пух это результат творческой деятельности переводчика Захадера. То есть, для использования этого текста произведения с использованием имени Винни-Пух надо согласие как правообладателей, насколько я помню, правообладателем Юрица Дисней, правообладателем оригинального текста, так и согласие наследников переводчика. Если нет, то надо переводить каким-то другим образом. А переводить другим образом это достаточно сложный процесс. Иногда переводчики, иногда телеканалы, например, если вы смотрели какие-нибудь фильмы, которые переводились в 90-е годы, а потом переводятся сейчас, то иногда возникает такой диссонанс, что фразы известные или простые передаются какими-то сложными словами. Например, в фильме «Четыре свадьбы и похороны» я, правда, давно не смотрел и давно не видел телевизора вживую, но помню, что фрагмент, где главный герой в исполнении Хью Гранта ругается в церкви, там переживания свои передает, и он передает такими простыми английскими словами. В переводе 90-х годов звучал как «черт-черт-черт», что было достаточно для церкви. В переводе уже 2000-х каких-то годов переводчик постарался и придумал слово-сочетание «блин-блинский», что очень интересно, конечно, звучит для такого фильма комедийного. Но вот, тем не менее, это связано с тем, что стараются в том числе и каналы, и переводчики, чтобы их предыдущие переводчики, правополадатели в предыдущих переводах не обвиняли в заимствованиях. Это тоже целая проблема. Но вот я со своей стороны обычно, когда авторы спрашивают, вот как же мне перевести так, чтобы не совпасть с другим переводчиком, который уже переводил, например, произведение, ведь невозможно всегда искать. Русский язык достаточно тесный в этом плане, как и любой язык. Все-таки есть вычурные слова. Синонимов вроде много, но они все очень специфические. Одни слишком просторечивые, другие слишком вычурные, третьи такие невоспринимаемые, четвертые устарели. Поэтому некоторые вещи приходится называть одними и теми же словами любых переводов. Но со своей стороны я обычно советую воспользоваться услугами программы Google или Яндекс не для того, чтобы технически перевести, хотя этот подстрочник тоже может пригодиться, а просто когда вы переведете с иностранного языка при помощи нескольких программ автоматических, то в случае предъявления обвинений в плагиате вы всегда сможете показать, что в принципе не только вы, а вот и автоматические программы тоже так переводят. Хотя в отношении некоторых известных фраз следует все же быть осторожными, потому что эти программы научились быть очень умными, и они могут часть фраз заимствовать целиком из уже существующих переводов. Поэтому это то, что касается новых переводов, но все равно надо смотреть с точки зрения здравого смысла, если вам машина вдруг преподносит идеальный перевод какого-нибудь стихотворения, то скорее всего она просто нашла... Я не знаю, умеет ли это делать Google русскоязычный, но Дипл, например, достаточно сильно ищет по интернету, находит аналоги и пытается вам предложить такие варианты, которые с его точки зрения могут быть оптимальными. Поэтому тут, конечно, здравый смысл тоже полезен, но в качестве борьбы с такими обвинениями в плагиате при переводах можно использовать и автоматические переводы не для того, чтобы потом их переводить, а для того, чтобы просто сверяться с ними и понимать, что то, что вошло в автоматический перевод, вроде как законно можно использовать и при создании творческого перевода. Что такое персонаж, до сих пор не ясно. Вообще судебная практика очень у нас странная. Она состоит в том, что в основном все бьют чебурашку и уверяют, что те авторы, которые создавали литературные произведения, не имеют никакого отношения к изобразительным. Это очень специфический подход, но пока он вот такой устоявшийся. Итог такой, что если речь идет, например, о Микке Маусе, что в переводе означает мышонок Миша, он, скорее всего, будет признан охраняемым, потому что за ним стоит традиция. Если речь идет о российских каких-то персонажах, то тут надо уже смотреть, потому что можно столкнуться с какой-то бесконечной цепочкой судебных разбирательств. Я, если позволите ускорить, не буду вас на это замыкать. на всякий случай должен обратить, что в отношении персонажа, как и вообще в авторском праве, не используется понятие сходства до степени смешения. То есть, если, например, создается художественный объект, то сходство само по себе не имеет значения. Имеет значение именно наличие заимствования. Например, был судебный процесс, в свое время известный, когда компания МТС была привлечена к ответственности за то, что оказался ленивый дизайнер. Нужно было сделать красного космонавта, который вроде как символизирует что-то «поехали». И дизайнер нарисовал шлем, там ничего не видно, но оказалось, что наследники известного советского фотографа попадали в суд. Суд мог склониться к чему угодно, потому что сам по себе рисунок космонавта в шлеме не может признаваться чьим-то особым достоянием или фотография космонавта в шлеме. Но оказалось, что когда в масштабировании наложили одно на другое, то просто контуры изображения на фотографии сошлись с контурами изображения на рисунке дизайнера. То есть дизайнер просто взял фотографию и залил ее в фотошопе, даже не придав какого-то драдиента. Поэтому сходство до степени смешения не используется. И вот здесь был очень интересный вопрос, что будет, если излагать учебную тему близко к написанному учебнику, плагиат или нет. Спасибо за такой интересный вопрос. Плагиат или нет устанавливается с точки зрения конкретного заимствования. То есть если тема излагается с точки если рассказывается о какой-то теме все, что входит в эту тему, это не плагиат. Но если заимствуется форма описания, то это уже будет обвинение в недобросовестном заимствовании. То есть условно надо либо делать цитату, либо пересказывать своими словами. и своими словами до какой-то степени, чтобы это не повторяло слова оригинального произведения. Даже не слова, а их сочетание, их расположение. Чтобы было видно, критерии достаточно мягкие. То есть нет такого, что нельзя использовать слово персонаж, значит мы не можем использовать персонаж. Нет, мы можем. Мало того, если речь идет о пересказе, например, содержания статьи из закона, то понятно, что это могут быть очень близкие какие-то формулировки. Если речь идет о изложении какой-то новости или факта, тоже формулировки будут близкие. К сожалению, это всегда в авторском праве, я думаю, что во всех областях жизни, есть с одной стороны да-да, с другой стороны нет-нет, а посередине такая огромная терра-инкогнито. То есть если, например, кто-то при изложении теоремы Бифагора условно описывает Бифагоровые штаны на все стороны равны, то вроде это явный такой кусочек, который мог бы охраняться авторским правом, если бы автор был известен. Я, к сожалению, не знаю, кто автор такого народного творчества. Но, с другой стороны, если кто-то сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузе, то вроде это уже общеупотребимое, это настолько широко получило распространение, что уже несмотря на вроде красоту изложения и стиль какой-то уже может всеми использовать свободно. Поэтому зависит от того, о чем учебник, что именно заимствуется. Важно, чтобы не было текстуального совпадения для учебника, например. и могут быть придирки связаны с названием глав, со структурой, то есть надо смотреть, чем обусловлено то же название глав. Если это связано с сущностью, то нарушений нет. Если это связано именно с тем, что просто взяли чужие разделы и полностью их скопировали, то может быть даже не столько нарушение, сколько спор неприятный о том, что было заимствование, не было заимствования, потому что потом может оказаться как в стихотворении Михалкова, где воробей не пил никогда, а потом на свадьбе у льва немножко себе позволил, и вот у него навсегда за ним закрепилось, что точно вспомнить трудновато, но где-то кажется, когда-то с ним что-то было под столом, поэтому лучше, конечно, избегать каких-то обвинений. Вообще, если речь идет о научной работе, о учебной работе, особенно научной, то понятно, что это перетаскивание костей из многих могил в одну на таком большом-большом научном поприще или кладбище, кто как воспринят, но именно надо использовать так, чтобы не было возможности для конкретных придирок. То есть, если тема излагается, исходя из ее содержания, в какой-то последовательности, использование терминологии, то получается, что плагиата нет. Если надо использовать что-то чужое, то надо сделать цитату. Вот обычно все-таки в учебной, в научной особенно практике принято, что даже если излагается чужая идея, достаточно оригинальная в какой-то степени хотя бы, то надо сделать ссылочку не потому, что это заимствование произведения, а потому, что это просто заимствование чужой идеи. Значит, деловая практика цветет и разрастается разным ходом, это просто примеры того, кто идет каким путем. Кто-то использует произведения, персонажи, кто-то развивает новые произведения, кто-то вообще берет изображения, за которыми нет произведений. Терминологии, к сожалению, очень много, она вся сложная, все находится в сочетании, и могут быть ситуации, когда даже при 100% уверенности, например, что не нарушается право авторов, могут быть нарушены права на товарные знаки, могут быть какие-то ситуации, связанные с нарушениями других запретов, недобросовест конкуренции и прочее. Я думаю, что подробно проходить статьи исключений слабовидящих, есть еще множество исключений и ограничений, но почти все они, как я должен заметить, они все почти связаны с очень специфическими такими моментами, то есть по большому счету, если уж по гамбургскому счету, то авторское право современное не допускает почти никаких исключений, то есть единственное исключение, которое я могу искренне рекомендовать, это цитата, когда вы берете в свое произведение чужой, фрагмент из чужого в связи с какой-то мыслью, для его иллюстрации, для его обоснования, для раскрытия, как написано, творческого замысла, тоже в умеренных каких-то количествах, то само по себе это не заимствование, вот обратить внимание, также хотел на интересное решение еще в 2005 году, что есть решение Конституционного суда, что если произведение создано отдельно, разными людьми друг от друга, независимо, то это тоже не плагиат, не заимствование, то есть то, что создано независимо, оно даже если кем-то воспринимается как нарушение, это все равно это одно из обстоятельств, если можно показать на кого-то пальцем еще, кто создал раньше, то это универсальный способ показать, что это произведение, ну как нельзя предъявлять претензии, связанные с нарушением, если есть такое же, ну в качестве характерного примера, был процесс, не знаю, может слышали, может нет, между, был иск подан на Дарью Донцову, которая в принципе всегда дает своим, почти всегда своим произведением, очень оригинальное название, там, рагу из золотой рыбки, сволочь ненаглядная, еще какие-то, и она свое произведение назвала, по-моему, игра в бисер, один раз был такой грех, использовал неохраняемое, в итоге нашелся какой-то автор, малоизвестный или совсем неизвестный, боюсь обидеть, учитывая, какой он обидчивый, он заявил, что еще в 1989 году он написал пьесу «Игра в бисер», и хотя она там нигде не шла и нигде не была опубликована, но это вот заимствование названия его пьесы. Суд наш, как я говорил, схоластический, он не может просто сказать на основании здравого смысла «вы идите вон и никогда не возвращайтесь», он должен каким-то образом под понимание справедливости ситуации подвести законодательную и доказательную базу. Так вот, адвокаты, писательницы нашли, что книга «Игра в бисер» еще была такая какая-то пьеса, написанная Станиславом Лемом в 1970 каком-то году. Направили запрос Станиславу Лему, Станислав Лем тогда еще живой, или Станислав Лем, как правильнее, кто как любит, направил ответ, что да, у него была такая книга, такая пьеса, действительно, он ее написал в 1973 году, и название «Игра в бисер» он считает, ой, «Игра в жмурки», извините, «Игра в жмурки», «Игра в жмурки» он считает польским народным выражением, поэтому суд вынес решение о том, что писательница невиновна, потому что название является польским народным выражением. Но это соответствует такой позднелатинской концепции, что, по-моему, император Максимилиан когда-то сказал, что все, включая заблуждения и предрассудки, должно служить торжеству правосудия. Правда, жалко Станислава Лема, он после этого как раз скончался, он перенес лагеря, гетто, а вот, видимо, запроса насчет плагиата он и не вынес. Если будут еще интересные, а, вот, как включить видеозапись? Вы знаете, вот, вообще, если вы публично выступаете, то теоретически вы можете включить YouTube, он, насколько я помню, по свободной лицензии допускает включение, но вот включить в вашу запись материал YouTube, я боюсь, что не получится, потому что, насколько я помню, их общую лицензию, что нельзя их материалы использовать за пределами самого YouTube, куда-то вытаскивать, перетаскивать, включать, перекладывать, поэтому проще проставить ссылку. Я понимаю, что она в какой-то момент умрет, окажется неработоспособной, вот я знаю, например, иностранные лекторы и авторы, они, иностранные ресурсы, тот же ВАИС, лекции, когда готовят его представители, они ставят ссылки, и эти ссылки стараются поддерживать, обновлять, это выглядит, конечно, ужасно, потому что, если мы заглянем в Википедию, мы увидим, сколько реально умерших, неработающих ссылок, но оптимальный вариант это сделать ссылку на видеозапись, на то, что вы считаете нужным. Если вы хотите публично показать или кому-то показать видеозапись, которая есть на Ютьюбе, если она, в свою очередь, сделана правомерно, то это тоже не является нарушением, но в данном случае вы используете ее путем публичного показа, это, насколько я помню, Ютьюбом не запрещается, но могут быть вопросы со стороны, например, Российского авторского общества, если там есть музыкальные произведения, потому что за публичное исполнение аудиовизуальных произведений, исключенных музыкальными произведениями, или каких-то записей, есть музыкальные произведения, должно выплачиваться вознаграждение авторам этих музыкальных произведений, поэтому оптимально, конечно, использовать свое, а включать лучше переработанное иллюстрации, если вы спорите с этим преподавателем, то я думаю, что, в принципе, вы можете включить, именно ссылаясь на цитаты, включить какие-то фрагменты его выступления, для того, чтобы их оспорить, растоптать и доказать, что он не прав, и тем самым спасти следующее поколение от заблуждений и каких-нибудь этих предрассудков. Спасибо за внимание. Если нет вопросов, больше я тогда отключаюсь. Рад был всех увидеть, хотя и заочно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!